сейчас мы после просушки вот продолжим эту работу и я сейчас немножко уточню уточню рисунок при помощи линий для этого я беру кисточку потоньше эти линии у нас уже будут участвовать в последнем таком процессе и у меня есть на канале упражнение как отрабатывать подобные линии поэтому если вам интересно посмотрите это видео но по моему в разделе упражнений плейлист упражнения кажется называться но приблизительно найдете потому что то как вы научитесь работать кистью с линии это очень многое вам даст в будущем вашей работе лоб и верхняя часть головы они у нас попадают в свет поэтому можно немножко сделать здесь линии как бы на какую-то долю тона светлее чем других местах перри обратите внимание я эти линии провожу по тем местам где у меня будет тень ну то есть прядочка я подчеркиваю нижнюю часть пряди а по верхней части пряди вот у нас эти белильные движки и если меня смотрят просто люди которые не учатся на иконописцев а хотят постичь ажи азы живописи то это такой же принцип вот если вы его усвоите он вам очень поможет в портретной живописи я просто сейчас немножко уточняю рисунок для себя потому что например если вы следите за работой которую мы делаем с натуральной темперой то видите здесь все слои более прозрачные здесь у нас получилось все более пастузно здесь все более пастузно вот я нарисовала такую форму бровей они немножко имеют такой отголосок от шестнадцатого семнадцатого века и несмотря на то что мне не очень нравится но я пока как бы какие-то вещи беру с прорези которыми является сейчас единственным образцом и здесь особенностью этой иконы являются такие очень большие глаза красивые я просто какие-то вещи исправляю по мере проработки потому что я пока рисовала вот красками такими я исказила какие-то линии здесь конечно это уже все такого особого значения не имеет потому что мы можем что-то изменить если мы не ставим целью точной копией потом мы будем этот зрачок еще прорабатывать черной краской но сейчас мы предварительно как бы рисуем коричневой конечно я еще раз повторяю что поливинил ацетатная темпера немножко тяжелее с ней работать чем с натуральной в иконе потому что вот эти все такие тонкие нюансы чтобы сделать на них уходит намного больше времени и и и и Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...